Скоро, видимо, они полетят. Ой, как они стукают головами, как все кончилось, это нет. Вы знаете, это удивительный муравей. Муравей такой высокоорганизованный. У него необыкновенно сложная архитектура в древесине, с очень такой хорошо организованной вентиляцией. Но он сложный и интересный тем, что мне удалось у него понаблюдать язык. Язык оказался жестов. Все разговоры о том, что муравьи объясняются, что усиков – это блеф. Усики не для этого предназначены. Усики – это органы обоняния, главным образом. А у них существует язык жестов. Еще мимикологи говорят, что у них существует язык запахов. Язык запаха существует, но очень ограниченный. Муравейниками, запахами нельзя объясняться, потому что моментально отравишь всю архитектуру, все жилище. А язык жестов – он очень выразительный. По всей рядости и предок человека начинал с языка жестов, вроде «кула», «я тебе дам кулак», там, и, понимаете, или что-нибудь такое, «жас, приди сюда». У них мне удалось доказать 16 жестов. Я об этом публиковал, доложил даже на Всесоюзном съезде энтомологу. И мое сообщение вызвало громадный интерес. И когда я открыл за них жительство, мне стало очень интересно за них наблюдать. Я стал понимать многие их, многие стороны их жизни. Вот сейчас, год назад я знаю это место, не было такого возбуждения. Смотрите, кругом муравейник, видите, что-то происходит в муравейнике. Все рабочие стали охранять, со всех сторон смотреть, нет ли какого-нибудь врага, который может клевать, там, их, или что-нибудь, какая-нибудь ящница, которая стала бы охотиться. В чем дело? А вот тут, смотри, собралось какое скопление, оказывается. В муравейнике происходит необыкновенное событие. Происходит выпуск своих крылатых сестер, воспитанниц, самочек и самцов. Вот видали, они собираются вылетать. Они вылетят, в воздухе произойдет встреча невест и кавалеров. Потом самцы погибнут за самочкой, будет обосновывать себе новый муравейник.